В прямом эфире ВНТ регистрируется новая история удачи. В эту субботу прошел уже 48-й тур народной игры от Евроопт «Удача в придачу», в котором участвовала каждая четвертая семья. Разыграны 100 тысяч призов. От денежных сертификатов до внедорожников и двухкомнатной квартиры в Минске. Правда, казалось, что за одним из автомобилей приехать некому. На этот раз история победителя впечатлила даже организаторов. Повороты судьбы, которые могли бы вполне стать сценарием для новогодних фильмов в нашем репортаже. Ирина, а кем вы приходитесь к Константину? Девушка. Вы его девушка, Ирочка. Давайте с вами немножко поговорим. Настоящая ирония судьбы только не по сценарию Рязанова, а по стечению реальных жизненных обстоятельств развернулась в эти выходные на глазах миллионов зрителей. Первый автомобиль 48-го тура выиграл 19-летний Минчанин, с которым у организаторов не получилось связаться до сих пор. По уважительной причине. И теперь этот автомобиль вам отправится. Ну как, он отправится в Косте, но раз вы его так сильно любите. Уже после эфира выяснилось, сейчас победитель находится в следственном изоляторе. Причем подозревают его в угоне автомобиля. Дисконтной карточкой Евроопта пользовалась девушка. Как говорится, нарочно не придумаешь. Сейчас юристы решают, как быть в этой ситуации. А у песни гостей программы легендарной группы «Самоцветы» появляется особенный смысл. Красавица! Ну а обладатели двух других внедорожников сегодня по традиции сели за руль своих призов. О семье Свиричук родственники и знакомые теперь почти слагают легенды. В эту субботу сразу 10 игровых кодов подряд принесли досрочную победу и весомый аргумент в пользу счастливого случая. Супруга, наверное, не верила, что говорила, вплоть до того, что я неудачник. Я уже это несколько раз говорю. И я неудачник. Мы неудачные, говорю, не играй. Нужно приговаривать, когда в корзину вы берете какой-то товар, говорите, что мне повезет. И так с каждым товаром. И уже это как шутка пошла. Тем временем поверить в свое везение размером с Аллой внедорожник старалась Раиса Мишульская из Аршанского района. В день розыгрыша она смотрела эфир. Но, говорит, даже став очевидцем собственной победы, принять такую новость было непросто. Эмоции не передать. Вы представляете, что я говорю, что это не передать. Это, конечно, такая удача. Первый раз в жизни. Это вообще. И реакция победителей всегда непредсказуема. Вот, например, эмоции главной счастливицы Тура. От Елены Пресняковой она узнала, что выиграла двухкомнатную квартиру в столице. Но радоваться не спешила. Аркадий, иди сюда! Аркадий! Аркадий, иди к ней! У нас времени мало в прямом эфире. Аркадий, иди к ней! Бегом! Любовь Зизетка из Мозыря звала на помощь супруга, чтобы он подтвердил, все, что происходит в эфире, не сон. Ну, теперь, я не знаю, ты веришь, Аркадий Алексеевич? Привет. Вроде да. Поздравляем всех с Новым Годом. Желаем счастья, здоровья, благополучия. И выигрыша всем. И всем, да. Всем надеяться на выигрыш. И самое приятное сегодня то, что начался уже следующий, самый предновогодний тур «Удачи в придачу». И стать его героем может каждый. На кону 100 тысяч призов, среди которых 200 крупных денежных сумм по одной тысяче рублей. И самое главное... Самым удачливым нашим покупателям достанутся три вместительных и стильных внедорожника «Ниссан Хашкай». И трехкомнатная квартира в престижном районе Минска, по уже знакомому адресу, улица Ильянская, 4. С полным набором бытовой техники. А разыграет главный приз российская мегазвезда Сергей Лазарев. Для юных посетителей Евроопт разыгрывает еще 550 билетов на новогоднее космическое шоу Бонстиков. К слову, четвертая коллекция волшебных героев сегодня уже появилась во всех магазинах. Впереди две недели покупок в магазинах «Евроопт» и «Брусничка», а также интернет-гипермаркетах «Едоставка» и «Гипермол». Каждая из них может обернуться настоящим новогодним чудом. И пусть 2018-й начнется с новости о выигрыше, который точно изменит жизнь. Анна Волковец, Сергей Янковский. Наши новости ОНД.